Оценивать поступившие на конкурс работы будут попечители фонда Александра Прокопьева. Сегодня на заседании, которое впервые прошло в обновленном составе, рассказали о требованиях и критериях оценки. Кроме того, на большом экране состоялся просмотр нескольких видеороликов. Я хочу рассказать вам про дедушку Кизико Федори Парфиновичу, 1915 года рождения, который воевал в лесах Карелии в партизанском отряде «Мстители» в 1942-1943 годах. Творческий процесс создания трехминутных видеороликов сближает молодежь и старшее поколение. Этого и хотели добиться организаторы конкурса. Авторы не просто повествуют о фронтовой жизни своих ветеранов, они рассказывают о том, как сложилась судьба в мирное время, где трудились и какой вклад внесли в восстановление страны. Самое главное, что могу отметить, что в основе это работа двух-трех поколений семей. Это люди, которые в течение 75 лет хранили фотографии, документы, материалы о той войне, о своих дедах, о прадедах. И самое главное, что мы увидели, что это не просто работа с материалом, а это совместное эмоциональное присутствие, совместное эмоциональное взаимодействие нескольких поколений. Конкурс, проводимый фондом Александра Прокопьева, поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Видеоролики о своих героях уже сняли Алина Лемкова из Бийска, Александр Кезиков из Рубцовска, Крилл Финько из Благовещенского района и многие другие. Мы знакомимся с своих детей, с ветеранами, которые живут рядом. К сожалению, их становится все меньше и меньше. И говорим о тех людях, которые, как говорится, ковали эту победу. Работы на конкурс принимают до 15 марта. Вся необходимая информация есть на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Напомним, что победитель отправится на 9 мая в Москву. Авторы еще двух работ получат ноутбук и смартфон. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.